Что же, самое время заняться материалом для контента. Прекрасное утро в Лос-Антосе. Поэтому я вас всех приветствую. Давайте посмотрим, какие шильдики и логотипы присутствуют на замечательной машине Karin Astero. Итак, начнем с передней части. Что мы видим? Шильдик и логотип Karin. Прекрасно. Сбоку. Сбоку на машине никаких шильдиков и логотипов нет. Это не есть хорошо. И задняя часть. Так, что мы здесь видим? Надпись Karin Astero. И вот здесь что-то 3,5. Ну-ка, давайте посмотрим. 3,5 V6 FWD. То есть, что это означает? 3,5 двигателя 3,5 литра объемом. Форм-фактор 6-цилиндровый V-образный. И FWD это передний привод означает. Неплохо, неплохо. Еще раз удостоверюсь. Да, с борта ничего нет больше. И заканчиваем опять передом. Ну что сказать? Многообещающие надписи. Приступаем к теоретической части. А потом поглядим, что машина находится под капотом. Внешний осмотр машины оказался многообещающим. Ну а теперь прикоснемся к теории. Чем же руководствовались Rockstar при создании машины Karin Astero? Они не стали оригинальничать и пошли по проверенным пути. Единственное, что взяв за основу определенную машину, сами ничего не стали от себя придумывать, а взяли элементы из уже существующих машин. Итак, корпус был взят от Toyota Camry 2006 года выпуска. Первого поколения. Модель по внутренней классификации называется XV40. Большой, красивый автомобиль. Довольно популярен был как на рынке Северной Америки, так и в Европе, в том числе в России. Чтобы не попасть под горячую руку Toyota, взяли и немножко переделали внешний вид автомобиля. А именно, передние фары были взяли от Subaru Legacy 2003 года выпуска. Это четвертое поколение машины. Задумка не оригинальная, но довольно эффективная. Ну и задние фары взяли от Lexus LS четвертого поколения. По внутренней классификации, это машина XF40, и она 2006 года выпуска. Смешали все в одном фраконе, на выходе получили Karin Asterov. Довольно-таки симпатичную и приметненькую машинку. Поскольку корпус был на Toyota Camry, поэтому знакомиться с двигателями будем именно Toyota Camry. И так, что же у нее стояло под капотом? Не буду терзать ваш слух своим английским языком, коего я не знаю, поэтому обозначение будет написано отдельно, можете себе его прочитать, а я буду говорить о самом двигателе. Итак, по стандарту под капотом стоял рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 157 лошадиных сил. Обратите внимание на расположение самого двигателя. Он кратесно-речиво говорит о том, что у машины передний привод. Это и примечательно. Теперь же перед вами на экране картинка с самым мощным двигателем, который поставился на Toyota Camry. Это 6-цилиндровый V-образный двигатель объемом 3,5 литра и мощностью до 268 лошадиных сил. Согласитесь, штуковина немаленькая. И это показательно. Что ж, мы познакомились с тем, какие логотипы представлены на модели машины в игре. Мы познакомились с теорией. На остальное время заглянуть под капот. Сделаю небольшой спойлер. В конце вы, наверное, уже привыкли, что я выкладываю видеоролики с красивым проездом реально существующей машины. С Toyota Camry такой фокус у меня не удался. Я не знаю почему, но при столь большой распространенности машины нормального ролика, красивого с проездом машины, с облетом дронами не существует. Есть только трейдерские ролики, где бесконечная болтовня продавца, расхваливающего товар, и поганого качества самого видео с рывками и все прочее. Я не стал такое добавлять. Нашел один коротенький ролик, придется вам довольствоваться им. Ну что поделать, таковы реалии нашего дорогого YouTube. А теперь без долгих проволочек приступаем к практическому осмотру под капоте у машины. Итак, капот открыт. И что же мы наблюдаем? Обещали нам на надписи V-образный шестицилиндровый двигатель и передний привод. Что имеем по факту? Скажу честно, у машины привод задний. Я проверял. И двигатель расположен точно так же, как должен располагаться согласно заднему приводу. Вот вам обещание переднего привода. Вот вам Rockstar. Это первый момент. Второй момент. Это ни разу не V-образный двигатель. Это классическая рядная четверка. Считаем трубки на выхлопе. Раз, два, три, четыре. Четыре трубочки на выхлопе. Расположенного продольно. Это соответствует заднему приводу. Как он есть у машины, а не как обещает логотип. И из интересного. Двигатель явно спортивный. Красный кожух у него защитный. И вот здесь вот шестерни. Это две шестерни для распредволнов. Верхние расположенные распредволны. Две штуки. Это значит, что количество цилиндров... Это значит, что количество клапанов на цилиндр как минимум, наверное, три, а то и четыре штуки. Шестнадцать клапанов на движок. На маленький довольно-таки. Это неплохо. Это что касается под капоти. Наврали нам логотипы. Огромное вам спасибо, Rockstar. Что касается того, как выполнен двигатель. К самому двигателю у меня претензий нет. Выглядит он неплохо. Но он выглядит здесь инородно. Под капотом почему? Смотрите, сам он сделан довольно аккуратно. А вы посмотрите на эти безобразные трубки. Мало того, что они ни разу не круглые в сечении. Угноватые какие-то. Так они еще и с цилиндрами не совпадают. Просто закинули сюда для общей картины. С другой стороны повторяется все то же самое. Псевдотрехмерные трубки. Что это у нас, интересно, такое? А это у нас, между прочим, турбинка. Довольно-таки необычно. Почему нельзя было написать, что это, допустим, И4, турбо. И Right Well Drive, задний привод. И все было бы по чесноку. Но нет, Rockstar решили отличиться. Что касается нашего любимого, вернее, моего любимого радиатора. Да, он тоже выполнен обрезком. Но, с другой стороны, его аккуратно интегрировали под капот. И не бросается в глаза, что это обрезок. Хотя бы за это спасибо. Что имеем в честном виде? Не то, что обещали на логотипе. Но, вспоминаем теоретическую часть. Рядный двигатель действительно входил в компоновку Toyota. Который послужил прообразом для создания Karin Asterol. Единственный момент. В Toyota двигатель располагается поперек капота, а не вдоль, как здесь. В остальном, достаточно-таки достоверно. Единственное, что прототипом этой машины, судя по под капоте, послужила именно не самая мощная версия Toyota. Вот и все, что мы имеем. Ну, что сказать. У Rockstar, получается, опять кто-то, наверное, два отдела занимаются созданием машины. Один отдел занимается созданием корпуса. Он же добавляет все эти надписи. К корпусу претензий нет. А вот к этому безобразию у меня претензии есть. Отдел, который занимается наполнением подкапотного пространства машины, сработал HALM, TURNO. Выдрали откуда-то двигатель довольно симпатичный. И напихали туда всяких угноватых компонентов. Мне это не нравится. Тем более, обратите внимание, трубка, ну, помучно, входит в аккумулятор. Ну, а что, очень весен, очень надежно. Круто, правда? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok